Сейчас решается вопрос давления на Лукашенко о том, что он, а, вариант, вошел бы на территорию Украины вооруженными силами, но все-таки я не вижу реальность реализации этого сценария только с участием вооруженных сил Беларуси, тех БТГ, которые размещены вдоль границы с Украиной. Это недостаточная сил, недостаточная материальная база и всего остального, только если вдруг бы высадился российский десант, неожиданно произошла переброска, то вот тогда можно говорить о потенциальном вторжении совместным вооруженных сил Беларуси и России. Вторая тема, которая может обсуждаться, это вопрос провокации на границе с Польшей. Такой план, как нам известно, готов. Вопрос, будет ли он реализован, это столкновение на границе с Польшей без пересечения границы НАТО. Это чтобы как бы наказать Польшу, показать, что она должна отвечать за помощь, которую она оказывает Украине. И Лукашенко в риторике, и все пропагандисты очень мощно критикуют Польшу. Третий вопрос, который сейчас уже на повестке дня, это решение Литвы, которое приняло решение реализовать санкции Европейского Союза и ограничить транзит на Калининград. И здесь Путин, который заявил его, скажем, приближенный о том, что мы в ближайшие дни дадим жесткий ответ Литве, это почувствуют граждане Литвы, реализовать этот сценарий без участия режима Лукашенко не может. Соответственно, это третья тема, которая может быть в обсуждении между Путиным и Лукашенко.